Кругленькую дырочку надо смотреть, да? Там ты в трансгендеры впишешься, да? Ты задел юбочку, то есть, раз, к лучочке и пошел, да? А сколько работаем? Негативную фазу, чуть помедленнее. Тут начинается, вот это делает вот чуть-чуть вперед, это делает, скручивает, это наклоняется. Повесь плечо на широчайше, вот здесь вот, свел и мощно, джух, вытащил. И это пускай будет на твоей совести, на обсуждение зрителей. Да, человек там тяжелее, ложки ничего не поднимал, а уже знает, что поставить, куда поставить. Для меня это прям вообще не позволить. Рассказать им, как будет замечательно, и забыть рассказать, как будет хреново потом, но это не совсем тот путь. За что-то я заплатил, да хрена, за что-то еще заплачу, а что-то мне простило. Всем привет, друзья мои, и вы снова на канале Денис Вов. По традиции, как вы знаете, ко мне обычно в зал приходили там Дмитрий Клоков, это гуру тяжелой атлетики, Михаил Кокляев, силовой экстрим, гиревой спорт, Иван Денисов. И сегодня я пришел в гости к гуру фитнеса, который ни одну собаку съел в этом деле и знает досконально все. И это Станислав Линдовер. Так, друзья, позвольте с вами поздороваться. Вот в этот кругленькую дырочку надо смотреть, да? Друзья, всем вам огромный привет. И что мы будем делать, расскажи мне, пожалуйста. Была коронка, это плечи. У меня в какой-то степени это тоже коронка. Я снимал свою тренировку, и теперь я пришел вот к человеку, который, скажем, имеет непосредственное отношение к бодибилдингу, потренироваться вот именно по этой схеме. Я запросто. Ну, на самом деле, правда, есть такая штука, генетика, я никто не отменял. Считаю, что когда человек оперирует своим опытом, это так себе затеет. А когда ты свой опыт берешь и накладываешь трафаретом, например, на какую-то научную основу, смотришь, говоришь, нифига себе. А в общем-то, как бы да. А дальше ты им уже интерпретируешь. Собственно, по этому пути я и пошел. Поэтому изначально у меня не было никаких особых знаний. Я делал все то же самое, что делали и все. Но действительно, они отзывали чуть получше. Это правда. Но взамен, естественно, видимо, природа, она как-то вот сильно ограничена, скажем так, в объемах нижней части моего тела. В жизни-то, в общем-то, неплохо. Особенно, если ты в трансгендеры спишешься. То есть, одел юбочку, раз, крючочки и пошел. Я предлагаю сделать то, как я себе это вижу. Все-таки одно многосуставное движение. Именно жим вверх. Я, к сожалению, сжать не могу. Да и вообще сегодня я уже потренировался. Поэтому мы сделали жимовое движение. Мы сделаем разведение в сторону. Мы разведение сделаем в наклоне. Ну и, собственно, там 3-4 движения. И за всем за этим замечательно побеседуем. Все, поехали вперед. Стас, пока ждем тренажера. Что по питанию? То же самое? Да, раз в день. Я чем больше жру, тем мне вкуснее. Это странно. Потому что обычно должно быть наоборот. Вот. Поэтому нет, ничего не меняется. Я немножко подкорректировал. Сейчас 2,5 недели я так поджал калорийность. Просто сделал почище ее. Да, то есть просто я, в отличие от большинства людей, не питаю иллюзию. Если я становлюсь жирным, блядь, я не клещу про инсулинорезистентность, про возраст, про замедление метаболизма. Но я говорю, я стал больше жрать, меньше двигаться. Собственно, как бы и все. По сути, это имитация жима вверх. Определять, что лучше, что хуже, это история диванных критиков, которые сидят, не имея мышц, но зато они круто разбираются во все. Так вот. Сам по себе жим вверх, многоставное движение. Две активные головки, передняя и средняя. Задняя дельтовидная, на удивление, там 3 или 4% есть у нее активность, но это ничто фактически. Передняя в этом случае действительно доминирует. Вот правда, то есть ненамного. То есть АМГ показывает, что активность передней дельты там, по-моему, порядка 80%, по средней 70%. То есть формально, можем ли мы одними жимами среднедельтовидную как бы построить? На уровне фитнеса, если мы берем просто обычный чувак пришел, да, то есть ему нужно что-то там подкачаться. Более чем, о! Если мы говорим, конечно, о каких-то серьезных результатах, в том числе соревновательных, конечно, нам не отделаться никаким одним жимом. Передняя дельта у всех всегда, особенно жмущих, она всегда доминирует. Поэтому смотри, что мы делаем. Важный момент. Друзья, и вы тоже обратите внимание. Полная амплитуда нам позволяет что сделать? Она позволяет нам получить работу всех активных головок за одно упражнение. То есть у нас работали передняя и средняя дельтовидная мышцы. Да, важно, чтобы у нас не лимитировал трицепс. Это тоже важно. Потому что если во время многосуставного упражнения у вас выключается первым ассистент, утомился, ребят, этот подход так себе. Что мы делаем? Первое. Не заводим локти назад, то, что делают большая часть людей, локоточки под себя. И теперь внимание амплитуда. Медленно жмем вверх. И вот сок. Вот досюда работает средняя дельтовидная крайне активная. Если же ты хочешь условно все свое внимание сконцентрировать на работе средней дельтовидной, ты должен ограничиться этой амплитудой движения. Средняя дельтовидная работает до угла 80, максимум 90 градусов. То есть все, что выше вот здесь, уже происходит за счет работы трапециевидной мышцы верхнего лава отдела. Значит ли это, что мы должны ограничивать амплитуду? А тут зависит от цели. Американские профессиональные атлеты делают всегда жмем. Да, люди? Ух! 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 Там половина амплитуды все говорят, что они дураки не знают? Да они знают. Просто для них бодибилдинг это работа. Они работают, тренируются они, как правило, 12 раз в неделю. То есть две тренировки в день, 3 плюс 1. И естественно, он понимает, во-первых, что выполняет движение в полную амплитуду, отработает с меньшим весом. Ну понятно, потому что движение насколько длиннее и соответственно утомление, работа целевых мышечных групп и агонистов и ассистентов. Соответственно, два варианта. Отработать чуть с меньшим весом и зацепить переднюю среднюю дельту, да, и еще вверх трапециевидных мышц, либо сконцентрировать свое внимание на средней дельтовидной мышце. Поэтому, понимая то, как это работает, мы делаем выбор. Потому что если мы сейчас попробуем в полную амплитуду, вот сейчас навесим сколько можем, да, ну я так навскидку так могу сказать, просто я знаю, что у тебя плечо тоже так же, как у меня болит. И соответственно, если бы сейчас попробовать в полную амплитуду, ну предположим, будет 35 килограмм с каждой стороны, ну там на 10 раз, да, рабочим подходим. А если мы с тобой сделаем ограниченную амплитуду движения, я той частью, в которой работает основная средняя дельтовидная мышца, что будет? Ну пожмешь там 45 или 50. Что это значит? Чем больше вес мы поднимаем, тем большее количество рекрутируется мышечных полотн. и соответственно, стимулируется крост. Все просто. Добавляем. Просто посмотрим аккуратненько, да. И сколько работаем? Негативную фазу чуть помедленнее. 10-12. Больше нужно. Медленнее негативная фаза. Удерживаем. И мощно стреляем вверх. Оп. Медленно. Оп. Медленно. И не роняй сразу. Смотри, это на самом деле манера, ее тяжело переделать. И очень многие являются рабами своих вот этих привычек. У тебя вот сейчас было движение, раз, и вот это. Я понимаю, я понимаю. Я держу пальцы и понимаю, что в момент ее... Значит ли это, что подход будет неэффективным? Нет. Но ты фактически удлиняешь его, потому что в какой-то степени ты отдыхаешь. И соответственно, надо понимать, что ну просто это чуть менее оптимально, вот скажем так. У меня это тема именно вверх от тяжелой атлетики. Пошла то, что бах. Конечно, ты же роняешь. Да, да, да. Ну хрена бы, надо ее удерживать. Что касается... Потому что ты вообще роняешь на пол. Жим лежа, что касается там приседаний, я стараюсь. Я стараюсь, да, под контролем это все делать. А то, что вертикальные... Очень интересная история, друзья. Поделюсь пока это... Вы первые, кстати, кто об этом узнает. У нас тут был недавно заруба. Делали подтягивание, становую тягу, жим лежа. И что мы там еще делали? Отжимание от брусей. Как мышцы болят, я уже забыл. То есть, ну как бы, ну хрена бы болеть. И здесь я, ну понимая, да, я отдаю себе отчет в том, что для того, чтобы победить, мне нужно выполнять движение быстро. И опять же, в негативной фазе ронять. А потом резко включаться. Ну, собственно, как это и делается. В много повторном тренинге. Чтобы вы поняли. Я отработал до отказа только в жиме лежа. Все остальное с большим запасом. Там я до 10 дошел в лесенку, по-моему, в становой тяге. У меня через 2 дня, на следующий вечер, я такое ощущение, что не тренировался никогда. И знаете, что я думаю? Дело в том, что когда ты делаешь, помнишь, что я сейчас играл? Выстрел вверх. Что я думаю? Я сейчас пока еще не готов, так бы, утверждать. Но я читал в исследованиях и думаю, что это так. Когда ты мозгом задаешь импульс мощный, ты сразу рекрутируешь большее количество мышечных волокон. То есть вот я могу давить на эту штуку вот так вот, а могу... По идее, когда у тебя вес субмаксимальный, на уровне 80% от PM, она у тебя все равно не вылетит. Было бы странно. Но нервная система твоя сразу подает мощный импульс. И, вероятнее всего, сразу подключается большее количество рекрутируемых мышечных волокон. И раз они у меня заболели, значит, до этого они у меня не были использованы в таком режиме. И я тебе очень рекомендую над этим подумать. Попробуй те движения, которые у тебя просто протестируют. Если ты поймаешь вот эту отложенную боль, не увеличивая вес отягощения, ничего не меняя, а просто за счет того, что даешь более мощный импульсный старт, это очень мощное будет оружие, которое позволит себе отработать жем стоя. Хорошее движение? Замечательное движение. Если у нас нет никаких оснований... Ограничений. Ограничений по севой нагрузке. То есть можно как базовое движение использовать? Конечно. А почему нет? Армейский жим – замечательное упражнение. Нужно поискать ширину хвата своего. Да, нет. И у меня вот лично, если у меня это для меня основное движение... Замечательное движение. Кстати говоря, сейчас тоже в памяти всплыло исследование, сравнивали воздействие на позвоночник при жиме армейском, стоя и сидя. Так вот сидя, оказывается, компрессионная нагрузка на позвоночник, была выше. А потому что здесь у нас есть определенное... Мы же не стоим полностью, да? То есть у нас все равно есть... Мы немножко здесь сыграли, да? То есть у нас потихонечку происходит какая-то амортизация. Здесь мы сели, и все, что есть, у нас бьет позвоночник. Это не значит, что нужно делать так или так. Это просто повод задуматься и, может быть, где-то там какие-то коррекции. Искать, искать. Да. Мы сейчас идем на разведение с гантелями в сторону. Там тоже непаханное поле, да? Потому что, во-первых, меня всегда удивляет оценивать технику. Сейчас, значит, этот делает так, этот не так. Я, например, не понимая контекста выполнения упражнений, вообще не могу сказать так, я же не знаю, что он делает, да? То есть если мы делаем все одно и то же, да? Мы понимаем, что боксеры бьют, один из под жопы бьют. Он роняет всех подряд. Он говорит, ты неправильно бьешь. Он говорит, хорошо, я неправильно бью. Ты правильно бьешь, блядь, и ты лежишь, а я неправильно, и я стою. Ну, если так работает, да? Особенно в отведениях. Тут начинается, вот этот делает вот чуть-чуть вперед, этот делает, скручивает, этот наклоняется. Это так. Кто сказал, что должно быть так, мне просто интересно. Природа придумала дельтовидную мышцу. Вот так вот, в виде дельта. Она имеет вот такие направления волокон, веерообразные. И, естественно, мы понимаем, что в зависимости от того, как плечевая кость начинает отводиться, различные волокна в большей степени будут выглядеть. Ну, так придумано. Поэтому на вопрос, например, да? А можно ли, вот дай плечо, можно ли, например, нагрузку сместить вот сюда? Да, вот сюда вот. Конечно, можно. А сюда? А между средней и задней? Да, конечно, можно. Вопрос, увенчается ли успехом, да, то есть именно прирост. Но поэтому мы говорим о том, что если бы природа не хотела, то есть хотела бы так, чтобы упростить, она нам сделала бы две таких. Такая мышца, такая и такая. Сказал, так, передняя, да, это так, средняя, так же нет. У нас вот такой массив. Естественно, мы можем отработать в сторону. И тогда волокна основные будут под нагрузкой. Чуть-чуть вперед, руку, да, тогда волокна отсюда, чуть-чуть назад волокна отсюда. Поэтому тут тоже надо понимать, да, то есть если мы говорим все-таки о молодых ребятах, конечно, надо брать классик. То есть отведение руки в сторону. Но опять же, повторюсь, со временем это все все равно будет прогрессировать. Люди увидят, что плечо-то какое-то кривое. Потому что дельты, конечно, они очень круто делают вид. Поэтому давай берем гантельки, чтобы не воровала трапеция. Для трапеции вот эти 8 килограмм или 10. Движение. А вот смотри, здесь важный момент. Если ты сможешь, если ты сможешь оставить дельту под нагрежением, для этого что делать нужно? Это нужно включить немножко широчайшую, просто. И делать движение, что нам позволит? Это нам позволит растянуть дельтовидный плёст. Если же ты просто опускаешь, ну, конечно, нет. Если же ты встал, плечи. И вот здесь вот. Вот я сейчас стою. Я про широчайшую вот этого нюанса не знал. Вот поставь гантели, включи широчайшую. Просто. А руки растягиваются. Ну, смотри, я сейчас гантели широчайшую держи. Повесь плечо на широчайшую вот здесь вот. И вот здесь, смотри, я растягиваю, я растягиваю. И естественно, когда мы выполняем движение из растянутого, предрастянутого положения, активность этих молокон существенно выше. Это известно по МГ. Поэтому здесь мы можем немножко профитик хлопнуть. Но когда люди делают именно... Нет. Если же ты делаешь движение ровненько, свел и мощен, джух, вытащил. Бух, вытащил. Вот тогда да. Вот тогда да. И важный момент. Убирай трапецию. Когда вес... Здесь мы знаем, что вес небольшой. Конечно. Для трапеции вот эти 8 килограмм, она их вообще выпрямить и не заметит. Широчайшую включил. И ровненько, только одним дельтом. И наступит тяжелее. Это сразу становится. Я бы чуть-чуть переднадлодился, чтобы чуть-чуть средний волокон. Ага, поехали. О, круто. Отлично. Отлично. Нижний негативный фаз чуть медленнее. Медленный мощь. Бух. Медленный. Вау. Отлично. Важный момент, смотрите. Это важный момент, тоже очень многие люди не понимают. Есть ядро тренировки, это полезная работа. Есть вокруг этой работы куча всякой... Ее не назвать бесполезной, но она, с точки зрения гипертрофии, она нас не интересует. Это подводящие, разминочные подходы. И люди утомляются. Вот эти истории, да, они начинают себя убивать. Они там делают 20 подходов. Смасшедшая штука. То есть мы сейчас размялись. Мы сейчас выполнили жизнь. Плечевой сустав у нас вдоль и поперек сейчас работал. Он горячий, замечательно, размятый. Передняя и средняя дельта уже частично у хайдакана. Вопрос. Второе движение у нас. Нужно нам что-то разминать здесь. Конечно, нет. Я имею в виду полноценное. Но мы должны понимать, что просто бросить снаряд, например, здесь рабочий вес будет 15. Ну, предположим. И сразу взять 15, ты не сможешь качественно отработать. Мозг все еще будет там. Многие люди сейчас говорят, а я на второй подход делаю больше, чем на первый. Да потому что ты на второй подход не сделал подводящий. Что я рекомендую делать? Первое движение, которое работает на ту же самую мышечную группу. Ты выполняешь переходной, я так называю, подход примерно с весом 80% от предполагаемого рабочего. Например, ты знаешь, что будешь 15. Берешь 12 и делаешь подводящий подход примерно на 6, 7, 8, повтори, не больше. Тебе нужно просто мозгу показать, что ты сейчас будешь делать. Не утомлять. Потому что человек отработал впустую, утомился, потратил энергию, а потом говорит, а почему я ничего поднять не могу. Отдыхаем полторашку минут, минутку-полторашку, и дальше идут рабочие подходы. То есть вот у тебя явно доминирует вот этот регион. Делаем, делаем, делаем. Медленно низ. Еще парочку. Чистенько. И последний. Пошел. Швыряй, у тебя явно, это скорее всего опять же спортивное прошлое, у тебя явно доминирует вот этот регион, вот этот вот, вот этот, вот здесь вот. И где-то вот здесь у нас, вот здесь вот явный провал. И это, кстати, видно по технике выполнения, потому что ты норовишь делать все-таки вот туда. Я бы советовал в твоем случае делать осознанный наклон вперед. Так, чтобы тебе не удалось его скомпенсировать движение. Что-то вот в этом роде. Дело в том, что когда ты немножко наклопил, тебе вот это движение, оно становится гораздо сложнее сделать. И поэтому здесь, и вообще, я рекомендую, что сделать? Вот смотри, садись. Вот смотри, отводи ее в сторону. И вот здесь нужно просто поискать, вот, да. Вот смотри, я смотрю, да, так, нет, здесь нет. Вот сюда вот. Вот если мне сюда нужно попасть, то, соответственно, я вот вдоль вот этих волокон, да, волокон идут вот сюда. Соответственно, моя задача двигаться вот сюда. То есть, если бы я хотел, например, нагрузку снизить еще больше на заднюю, которую у тебя, в общем-то, немножко, конечно, я бы ее, конечно, миска бы в нее добавил, чтобы прямо плечо было такое полностью. Я бы взял еще два раза. У меня даже в интернете сидят тогда вообще. Стык? Пешка идет. И так, там, что я только уже синтол, только не вкалол, что только не сделаю. Плечи быстро восстанавливаются. Не нужно там сидеть там 3-5 минут. То есть, четко, мощно в цепи. Да, это хорошее, если мы говорим о базе, да, первом движении, сколько человек отдыхает? Примерно. Ровно столько, сколько потребуется для выполнения следующего подхода без снижения количества времени. Ну, то есть, уже отталкиваешься по второму, тот же принцип. Тот же самый принцип. Тот же принцип. Но в силу того, что здесь у нас нету трицепса работы, у нас здесь нету именно такой больших весов, которые в целом, да, то есть, нагружают там организм, минуты-полторы. Задняя дымка. Поехали, я бы, я бы сделал ее, конечно же, в наклоне. Наклон, на самом деле, не принципиальный, да. Мы можем, условно говоря, сесть сидя, да, то есть, лечь нам на коленке, да, мы можем делать это в наклоне стоя. Мы можем убереться грудью на сканице. Важный момент, да, я когда вижу гуру, который говорит, надо встать во время какого-то движения, ну, примерно, надо встать вот именно вот так. А если вот так? Вот трицепс, он не в курсе, нет? А если я вот так вот встану, вот буду так делать? Чуть-чуть от другого оттолкнемся. Какой проще вариант? Какой проще для людей, вот, которые, ну, скажем так, это... Наверное, с наклоном, потому что вот таких скамеечек, вот таких вот, которые я бы предложил грудью переться, все они видно, да, ее? То есть, я вообще, да, люблю именно из-под коленей делать, да, то есть, это позволяет легче контролировать собственное движение. А иногда я еще делаю, знаете, чего? Главное, сейчас сделаю, что-то покажу. Замечательно. Ну, тут нет вопросов. Ну, важный момент, да, я говорю, что мы можем здесь тоже за счет изменения положения плеча, ну, плечевой кости, немножко смещать нагрузку. Ага. Смотри, важный момент, важный момент. Это, конечно, вопрос, что делать с лопатками. У многих появляется соблазн сделать перенос техники с одного упражнения на другое. Ну, например, да, мы когда делаем упражнение тяговое на спину, например, тяга сверху или тяга пояса, да, и там, естественно, движение лопатками обязательно нужно, потому что это целый регион. Многие люди начинают вот здесь подыгрывать лопаткой. Так вот, 5, 6, 7, 8 килограмм трапециевидное расхватает вот так, и на дельту вообще ничего не стоит. Она фактически будет создавать условия. Поэтому у нас два варианта. Первый. Либо мы лопатки собираем и уже работаем только лишь дельтовидные. Вот это нужно уметь. Либо наоборот опустить, максимально выключить и делать движение только одними локтями. С гантелями так сложнее. То есть, если, например, ты делаешь обратное разведение в тренажере, там это делается легко. Просто подал плечи вперед, да, и только работаешь задней дельтовидной. Поэтому здесь выбор может быть в ту или в другую сторону, но суть заключается в том, что здесь нам нужно максимально отработать задней дельтовидной и с минимальной нагрузкой на, ну, в данном случае, там, их даже не назвать каким-то ассистентом, да, просто, ну, собственно, понятно. Важный момент, да. Здесь мы можем сделать движение полутяги, полумахи. Сгибаем локти. Их, ты знаешь, интересный момент? Да, уже. А я тебе, знаешь, что скажу? Прямо в реке. У тебя и силы-то в задней дельте меньше. У меня задняя дельта, чтобы ты понимал, вот ты сейчас делаешь 12,5, я делаю с двадцаткой, чисто с упором. Сейчас не буду демонстрировать, но я это выкладываю почти каждый день. 18 это у меня вообще, то есть задняя дельта сильнее. Она у тебя существенно слабее. Она вообще... Для меня это неудивительно, потому что у тебя, как я сказал, у тебя 70% мяса находится именно на передней части. Передний, средний дельтавид. Да. Опа. Больше сгибаем тело, прям вообще тянет. Ой, хорошо. Ну, все равно, на мой взгляд, грязно. На мой взгляд, грязно. И это пускай будет на твоей совести, на обсуждение зрителя. И еще одно движение, которое я бы хотел, чтобы ты сделал, это отведение одной рукой лежа на скамье. И рука упирается, и движение идет у нас вот отсюда. Рукой в пол. Опять же, в чем плюс? Задняя дельта растянута. Второй плюс, это нам не нужно контролировать лопату, потому что она... Ты на движение делаем вверх. И, соответственно, у нас увеличивается амплитуда движения. Это не хорошо, не плохо, потому что это история про время под нагрузкой. Это... Все. Поехали. Поехали. Выше, выше, выше. Пока ты можешь тащить, пока есть угол, вот до сюда. Вот до сюда. Вот до сюда. Вот здесь у меня 10 килограмм. Это край. Поэтому я предполагаю, что... Давай возьмем здесь. Семерочку, пощупай ее. И опять... А не очень бодр-то делаешь. Нет? Нет, делаешь хорошо. Здесь вообще грязнить не получше. А я вижу, то есть то, насколько тебе тяжело. А это всего у меня 7 килограмм. Не рогай. Отлично. Отлично. Левая полегче. Может, то, что... Буду битая. Было бы сейчас немножко потоньше кожи и поменьше бы... Ну, там просто тоже сейчас кто-то скажет, что совесть у вас есть. И они стоят плюс-минус, там, 12-13 процентов, и сейчас скулят по поводу жизни. Ну, понятно, что в совершенстве нет предела. Основной вопрос. Один из основных. Да, помимо тренировочного процесса. Сейчас есть такая, ну, не знаю, можно назвать, наверное... Да, в этом случае проблема. Там приходишь в тренажерный зал, практически в любой фитнес-клуб. Человек там тяжелее, ложки ничего не поднимал. А уже знает, что поставить, куда поставить. Там, досконально. Ну, а по нему смотришь, и видно, как будто человек вообще не занимался спортом. И речь о фармакологии. Да, когда молодежь себя в этом смысле... Предостеречь, наверное, то есть, чем грозит, чем плохо. И в каких случаях это можно делать, каких нельзя, да, когда... Ну, тогда свою точку зрения высказываю. Во-первых, конечно же, мне вообще... Я считаю, что многие вещи, например, в соцсетях, они, ну, на мой взгляд, недопустимы. Я считаю, что когда спортсмен рекламирует на своих ресурсах просто продажи фармакологии, это прямо... Ну, для меня это прямо вообще не позволит. Рассказать им, как будет замечательно, и забыть рассказать, как будет хреново потом, это не совсем тот путь. Поэтому, во-первых, на уровне любителя, то есть, если человек не собирается наступать, он ничего делает, да, мне скажут, а ты сам? Ребят, 28 лет первую таблетку я съел после рождения своей дочери. Ну, вот, потому что я очень сильно переживал и боялся, да, у меня была вот эта фобия. А вдруг, да, какие-то гормональные системы, они сразу... 28... 28. 28 лет, да. На тот момент я весил сотку, прям сотку весил. То есть, как раз у меня был психологический момент, да, мне сотку... Хорошего мяса. Да. Вот, я весил сотку, я приседал за 200, сжал где-то... Сжал немного, килограмм 140 жал. Вот. И к тому моменту опыт тренировок у меня был, просто скажешь, это был 2000 год. На тот момент у меня опыт был, опыт был 15 лет. 15 лет трахания, падения, подъемов и осознания того, что я все, что мог, вот, все, что мог, я вытащил. И, естественно, я осознавал, что я хочу развиваться дальше и не просто, да, то есть, я понимал, что в этой сфере я хочу состояться, я хочу выступать. Если идет разговор, если ко мне кто-то из моих клиентов сказал, я бы отговаривал до последнего, и если бы мне не удалось бы это сделать, я бы изолировался от каких-либо обсуждений подобных вещей, потому что я не хочу быть спорчастным. Немножко поднагнал жути, да, вот. Вот, на самом деле, конечно, это такой осознанный шаг, да, ребята, потому что, подумайте. Дело в том, что, во-первых, вот ваши вот эти качели, да, то есть, набрали, во-первых, не все набираются. Во-вторых, прежде чем что-то начать стимулировать, да, извини, надо хотя бы что-то накачать, что было. Но если вы хотя бы, хотя бы не жмете 150% собственного веса, хотя бы, если вы не приседаете, там, примерно 150, а лучше 200% собственного веса, это я сейчас говорю на раз, на два, конечно, на рабочую весу. Если вы чисто не подтянетесь, там, условно говоря, пятнашку, а еще лучше на поясе с блинчиком, да, не отожметесь, там, плюс 50-40% собственного веса тоже на 2-3-4 повторения, забудьте, забудьте. Потому что вам это ничего не даст, вы разочаруетесь, и на этом все закончится. И принятие решения, да, в пользу, да, наверное, надо, оно все равно должно быть сквозь призму, а, понимание состояния здоровья, понимание возможности включиться в процесс, потому что такое количество людей, у которых кроме прыщей и потом разрушенной гормональной системы, ничего нету, их волнует. И самое главное на вопрос, ну, это такой простой способ, знаете, вы хотите взять и перешагнуть через такой огромный, кайфовый, понимаете, это же кайф, понимаете, если вас не торкает от этого, ну, не стоит у вас на этом, блядь, вам хочется много и быстро, займитесь чем-нибудь другим. Вы должны кайфовать от этого, не от того, что у тебя мышца выросла, блядь, в 7 раз быстрее или в 4 раза больше, а от того, что вы идете, это же процесс, это же круто. И вы такие, а я не хочу ходить. Иди в другое место, наверняка есть масса видов спортов, ну, или какие-то увлечения, где можно спокойно. Ну, и, конечно же, побочные. Ребят, лотерея, сразу скажу. Вот вы раскрыли свой лотерейный билет, а вам говорят, серьезная проблема там с почками, серьезная проблема с сердцем, серьезная проблема с печью. Они говорят, ну, вот неудачи. И я в свое время, когда начал говорить об этих вещах, в том числе о проблеме своей здоровьем, я тогда осуждал людей, которые получили серьезные проблемы и молчат об этом. Потому что у нас же все хорошо. Смотри, этот здоровый, этот качнулся, это кольнулся, а этот на своем инстаграме говорит, покупаете там то-то, то-то, то-то. Нет, во-первых, никто не знает, какие-нибудь там живые, какие-нибудь там здоровые, это во-первых. а во-вторых все-таки нужно понимать что ему чуть больше могу повезти а те кто ушел с дистанции те кто их же просто исчезли они просто никто не видит неплохо было бы взять и снять видео только не просто страшилками напугать да всяким говном там рассказывать как у вас писи стоять не будет она у многих не стоит вообще в принципе то есть без этого у некоторых стоит не на так не на тех особи на которых должно а речь идет все-таки ну наверное каком-то здравом смысле я повторюсь я буду отговаривать то последнего поэтому все-таки нужно каким-то образом максимально взвешенно подойти все-таки смотреть в пользу наверное в пользу нет чем да самое главное я вам скажу то что есть масса людей которые делают шикарную форму на уровне фитнеса просто да вы не выйдете на чемпионат россии по бодибилдингу на твороге но иметь хорошую форму отменное здоровье легко ну а дальше тут выбор каждую я тут могу только сказать от себя что если кто-то скажет а сам то ребят я уже еще раз говорю то есть все мои решения они были где-то взвешены где-то не взвешены за что-то я заплатил дохрена за что-то еще заплачу а что-то мне простил что ребятушки на этом заканчиваем надеюсь вы получили массу познавательного контента спасибо огромное пожалуйста ну как-то пошло сегодня сразу то есть я всегда не знаю как оно сложится ну как-то очень комфортно было я тоже надеюсь что ребята видят что-то им будет непонятно кстати говоря в этом тоже есть большой плюс кто-то начнет более осмысленно подходить откроет учебник ух ни хрена себе когда это устроено я всегда говорю если вот с моего видео для чего ты делаешь там если с моего видео хотя бы там один человек начнет задумываться или два и уже не зря я уже делаю что-то хорошее полезное про уже буду доволен еще раз спасибо друзья все больших дельт все ребятушки всех с наступающим новым годом обнял всех всем пока я завожу больше 2022 всем удачи пока удачи